Добрый день, уважаемые девятиклассники! Я приветствую вас на очередном уроке географии. Раздел 1 – методы географических исследований. И тема сегодняшнего урока – особенности номинации географических объектов и явлений. Цель обучения – определять особенности номинации географических объектов и явлений. Итак, ребят, сегодня мы с вами узнаем два новых термина – это номинация и топонимика. И будем работать с вами с различного рода топонимическими понятиями. Итак, что же такое номинация? Номинация – это присвоение названия объектам, явлениям и процессам. Топонимика – раздел аномастики, изучающий географические названия или топонимы, их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и произношение. Запишите, пожалуйста, ребят, в тетрадь эти оба термина. Топонимика, ребят, это интегральная научная дисциплина, которая использует данные трёх областей знаний – географии, истории и языкознания. Что же такое аномастика, о которой мы с вами говорили чуть-чуть ранее? Аномастика – это от греческого искусства давать имена. Как вы видите, все области жизни человека и природы имеют свои названия. Топонимы – это географические названия, хрононимы – названия праздников, космонимы – космические объекты, заонимы – это названия и клички животных, антропонимы – то есть имена, фамилии, отчества, прозвища и так далее, связанные с человеком. Итак, какие же мы рассмотрим с вами типы топонимов? Первая группа топонимов – это гидронимы. Как вы видите из названия, это названия водных объектов. Они делятся на пять видов. Океанонимы – название океанов, пелагонимы – название морей, лимнонимы – название озёр, гелонимы – название болот, потомонимы – название рек. Вторая большая группа топонимов – аронимы – это названия форм рельефа. Они тоже делятся на ряд видов. Спелеонимы – название пещер, гротов и подземных систем. Дримонимы – название лесов, рощ и частей леса. Фитонимы – название отдельных растений и в узком смысле в географии используются как обозначение названий гор и их частей. Давайте, ребята, типы топонимов тоже запишем. Третья группа – это хоронимы – названия больших географических областей, административно-территориальных единиц, которые имеют границы, принятые в официальных документах, то есть названия стран и их единицы деления. Четвёртая группа – это айконимы – названия поселений. К ним относятся полисонимы и остеонимы, то есть названия городов. Камонимы и харионимы – названия сельских поселений. Драмонимы – это названия путей сообщения и маршрутов. Пятый тип – урбанонимы. К ним относятся названия внутригородских объектов – это годонимы – названия улиц и агоронимы – названия площадей, садов и парков. Итак, у нас с вами получилось пять типов топонимов. Давайте сделаем несколько интересных заданий. Первое. Приведите примеры географических названий разных объектов на земном шаре по каждому типу топонимов. Если вы помните, у нас пять типов. Второе задание. Приведите аргументированные примеры разноязычности и разновозрастности топонимов в Казахстане. Например, можно взять географические названия на казахском языке, на русском языке. Татарские названия и так далее. Разновозрастности здесь имеется в виду названия объектов современные, до революции, названия, которые были даны объектам в XVIII веке, в XIX веке. Подумайте, пожалуйста, и приведите примеры. Третье задание. Послушайте внимательно. По каким причинам в нашей стране идёт процесс переименования отдельных географических объектов? Такие процессы происходят почти во всех странах. Они связаны с изменением исторической формации, с изменением экономики. И подумайте, пожалуйста, с какими процессами связаны переименования именно в нашем государстве. Четвёртое задание. Как бы вы назвали свою улицу с учётом её особенностей? Я думаю, это задание для вас будет очень интересным. А дома, ребята, вы выполните следующее. Естественно, ознакомитесь с текстом второго параграфа и содержанием презентации. Вам будет необходимо выполнить задания первое, второе и третье на странице 18 нашего учебника. Просмотрите, пожалуйста, предложенный ролик. На этом же слайде вы видите ссылочку на него. И дайте ответ на следующий вопрос. Можно ли по географическим названиям определить особенности территории региона или страны? Я думаю, что этот вопрос для вас тоже будет интересен. Спасибо, ребята, за внимание. До свидания. Урок окончен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...